Часто осенью вспоминают о хандре. Ее лечат и вином в том числе. Ну а еще о других способах, как можно все-таки повысить тебе настроение, расскажет более подробно Стефан Филата в своем сюжете. Проверить документы, собрать квитанции, а затем направить бумаги в нужный отдел. Ежегодно с наступлением осени у Виолетты Бойко наступает период, когда, казалось бы, привычную работу выполнить гораздо сложнее, чем обычно. Еще весь день впереди, а откуда силы брать, не знаю. Даже с утра проснуться очень сложно, да еще и грусть это. Что неудивительно, ведь и на улице уже прохладно, и световой день становится короче. У многих осенняя хандра проявляется в повышенной раздражительности, сонливости и даже апатии. В попытке побороть поникшее состояние одни заранее запасаются медицинскими препаратами, другие записываются на прием к психологу, а третьи используют самые доступные методы. Шутки, смех и, как следствие, хорошее настроение. По результатам социологических опросов, юмор – один из самых популярных способов победить осеннюю хандру. Включаем стендап хорошего комика и готово. А еще лучше – шутить самому, изменив отношение к самым обыденным вещам. А теперь представьте, как после этого я добирался на работу. Я представляю. Ну а тем, кто не хочет общаться с людьми, да и тем более, когда день не задался – дорога на спортплощадку. Ученые выяснили, что люди, чья работа связана с физической активностью, намного реже любят погрустить. Также во время тренировки человек начинает глубоко и, что немаловажно, правильно дышать. При этом вырабатывается углекислый газ, который обладает противотревожным эффектом, успокаивает организм. Так что добавляем в режим дня регулярные тренировки и вычеркиваем из списка покупок носовые платки. Тем более те, кто сталкиваются с проблемой ежегодно, знают, насколько важен режим дня. Правильное питание и полноценный сон. Хотя у каждого, конечно, способы свои. Саморазвитие, возможно, что-то почитать, что-то узнать новенькое, общение. Это всегда поможет. Надо путешествовать больше. Одеваться, идти в Крымские горы, идти на побережье, дышать воздухом. Я танцую в университете и на тренировках постоянно. Поэтому, ну, я, может быть, потому что отвлекаюсь, поэтому и не страдаю. Если ничего из перечисленного не помогает, пора задуматься, с тем ли вы боретесь. По некоторым признакам осенняя хандра схожа с депрессией. Только во втором случае дело обстоит куда серьезнее. Отсутствие желания что-то делать, отсутствие радости от занятий, которые человек раньше его радовали, сейчас они его абсолютно не вдохновляют. То есть это равнодушие, это агрессия немотивированная, это расстройство сна, расстройство питания. И эти симптомы должны длиться больше двух недель. Если больше двух недель, то уже есть все основания обратиться к специалисту. Особое внимание в борьбе с осенней хандро и депрессией специалисты акцентируют на цветотерапии. А где, как ни на выставке картин, найти такое обилие и буйство красок? Кстати, как показывает практика, после посещения всевозможных выставок у людей зачастую просыпается желание творить. А это и есть один из самых действенных способов победить плохое настроение. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня.